приветик не спящие а я прям вот него прям понравилось дам 3 сектора все в говне буквально корабль разваливается на куски экипаж явно не рад тому что происходит но мы как-то летим что-то делаем как-то общем выживаем в этом кошмаре так что то там у нас с деньгами там 29 мусора у меня осталось отчет как тихо наверное что-то не так вам как-то слишком тихо 29 откуда у меня осталось 29 мусора без от меня не нужен ладно принципе не проблема про апгрейдить на эти деньги конечно же ничего нельзя ну нам здесь больше вернее больше делать нечего десантника достаточно 4 единицы топлива вроде все прекрасно мне кажется что что-то не так реально как-то очень тихо ладно посмотрим как будет может я просто дернул проводок такое тоже не исключено между прочим вообще-то это прямо сейчас и проверю а вдруг я реально дернул проводок да так и было так и было все верно вот теперь вроде громко так вот что тут у нас четыре стартовых точки принципе со старта здесь дают просто четыре дороги которые можно пройти чего обломки турели а кстати ну видимо здесь дорога предопределена квестом хотя другой стороны отсюда можно скакнуть еще в три пути здесь можно нанять офицера здесь тоже можно нанять офицера а вот здесь офицера нанять нельзя зато я вижу что там можно купить себе корабликов черт интересно ладно сначала схват сначала кресты здесь ничего адмирал это светило кажется мне несколько необычным смысле ничего сверхъестественного просто пара показателей нетипичны должно быть случайно солнечная вариация не середая момент что-то угрожает нет я сомневаюсь ясненько как бы там не было время отправляться дальше время собирать топлива единичка плюс еще единичка вот сколько раз я играл сколько все это вот вы видели да там записи по два часа каждая серия ни разу не выпадало мне больше двух там единиц топлива что это за фигня вообще с апгрейдами я должен получать вот 10 и 5 процентов ну твою мать на что это за смешные какие-то шутки вернее не смешные шутки 10 процентов за то чтобы получить две дополнительных ячейки они одну это вообще какой-то кошмар как с этим жить то ладно топлива все равно полно просто нереально много погнали сначала сюда вот лишь перегнулся нереально много его просто достаточно но все-таки сообщение пожалуйста примите этот утиль соответственно нашей вере чем больше у тебя утиле чем проблематично вернее тем проблематичнее попасть камни в соцвета и металла а это эти фанатики эти верующие просто отдают на свою тиль чем подвох он не обязательно есть это эти людские футы эти люди искренне убеждены в том что чем больше страдают тем большая награда ждет их в огромном мире ваш вид склонинг порождению наркоманских идей конечно забрать мы принял ваш утиль спасибо адмирал вы нам очень помогли взять наши грехи на свою дужу ха ха смешно это всего лишь металл я вот сейчас думаю что делать дальше в принципе утиле много и я бы мог нанять даже наверное еще одного офицера но проблема не в этом проблема в том что во первых у меня нет слота а чтобы слот заиметь нужно его купить а он стоит денег и не маленьких пока что как-то вот сомнительно вообще неплохо было бы взять поддержку эскадрильи и скорость остановления их же да и до пандинотек не помешал бы за 80 это слишком дорого нет пока что приберегу эти деньги что-нибудь еще поехали зайдем склад может быть там можно будет купить что-то еще эскадрильи например а мы в принципе миссер вам покрыть вернее мне все нужно было до залететь по квесту мы на месте дитя неона должно находиться где-то здесь вы не делать отправьте сообщение на станцию передача готова говорит адмирал айдахо с одиссея прибыл чтобы просить дитя неона поделиться своей мудростью уходящее сообщение адмирал айдахо я ждала вас добро пожаловать на мою станцию я 21 дитя неона в этих секторах безмолвные сестры нашли немного неона и нюхала то есть ты на синий порошок видение наполняет меня даже сейчас пока я говорю с вами чертовы наркоманы с кем мы связались выявились поисках ответов возможно я могу вам их дать что вам нужно узнать не что нужно выяснить как включить о мне для спасения жителей этих секторов нужно активировать о мне как это сделать сомневаюсь что это возможно сначала расколотое дитя должно быть собранного едино только после этого наследник сможет получить последние ответы за дальним краем расколотое дитя ответ за дальним краем что я лишь передаю слова неона и все это все что ты можешь нам сказать только это отправляйтесь в глубь скопления и поговорите с матерью она может рассказать кое-что еще если только не убьет вас на месте боюсь что чтобы вернее чтобы начать свое путешествие что вернее вам кучу не хватает чтобы начать свое путешествие так говорит не он вас остались вопросы наверное это все таки должен был быть вопрос а не утверждение ладно как кто отключил ум не одинокая девочка без лица вы встречали ее и все же не встречали она все и в то же время никто это она использовала ключ но как бы вы не искали вам не найти одинокую девочку потому что в космосе холодно и темно в нем ее крики не слышны так говорит не он что она имеет ввиду действительно она отсылает крипли что ли у вас остались вопросы да где мать где на вы найдете мать возле складки в самом дальнем секторе этого скопления она разместила там свой корабль надеюсь что однажды проникли другие скопления и амбиции выходят далеко за пределы ваших секторов вне наших секторов лучше к ней не приближаться адмирал и почему же потому что она убьет вас много раз с каждым разом будет убивать больнее говорит не он у вас остались вопросы конечно остались безмолвной сестра поговорить он захотел шутник все стороны говорят адмирал не могут у них нет языков мать удалила их вас остались вопросы где не остались что причем больше вопросов к тебе нет это хорошо действия порошка слабее нам нужно попытаться спасти на это просто ребенок не пытайтесь меня спасти я и сама выбрала эту участь да мне недолго осталось не он убивает меня опухоли стремительно распространяются чувствую и все же 11 лет моей жизни прошли не напрасно не открылись истины поразительной красоты а еще бескрайняя тьма только адмирал ответьте мне на вопрос что какой он о мне на вашем корабле как смысле какой офигенный наверное ну спрайт у него по крайней мере вроде классный вернее веселый ключ не не очень прикольно так неплохо могу я его увидеть они отключились задолго до моего рождения слышал много интересных историй а вот он интересно что так впечатлило людей неужели это есть одна из машин которым поклонялись словно богам кажется несколько разочарованы на свидание адмирал и мощного вооружения в секторах матери вам понадобится и то и другое вот в этом я сомневаюсь я как бы уже третий сектор прохожу с истребителями первыми и дронами я пережил сколько два нападения одного босса просто существуя на дне так дрон 4 на ну а прикольно только у меня нет денег крейсер истребитель минотавр палач тяжелая бомба нифига себе у нее урон сотках генератор пуля теслы но здесь оружие такое не то что мне нужно не нужен антикорпус который бьет больнее чем единичка чего вам такого продать в принципе у меня 84 единицы 100 с лишним будет да а свой стоит это все сколько 190 150 не мне не хватит даже если я продам двух дроников допустим хотя нет если я продам двух дроников мне как раз хватит на 1 дрона на на наверное не фанат я математики отстаньте от нее в принципе подожди может быть здесь где то есть еще армейские склады кадровый он пост пост склад может имеется мысль сгонять сюда отсюда мы попадем сюда тут еще вверх есть но сюда мы точно не полетим но это какая-то жопа секретная военная база здесь тоже а здесь кадровый аван пост то есть если я полечу вот по этому пути я просто не попаду никогда в склад можете по близости просто нет придется сражаться с боссом а что если полететь сюда а понятно ну ладно принципе окей теории теории я могу проехать через склад я могу проехать через склад попасть сюда и вот так уже пролететь дальше либо через верх еще и вверх есть но я бы сгонял на секретные базы ладно так и поступим там больше ничего не осталось поэтому мы уезжаем отсюда и продавать мне в общем-то особо нечего судно гражданская ищите технику у меня она есть с тобой мы уже разговаривали купить технологию улучшения наземного сигнала бедствия дешевенькая 75 процентов ткачки топлива а у меня уже максимум восстановление эскадрильи за 21 давай довольно дешево проверим работает ли она я уже покупал такой апгрейд тот раз он сработал она работает работает класс я купил практически халявный апгрейд за сколько за пол цены примерно даже наверное меньше приятно заправляться кто будет да ладно двоечка выпала вот это охренеть просто это что-то новенькое что-то невероятное куда полететь сначала к аномалии этом скорее всего нас ждет бой или полететь с фабрику проверять погнали сначала к фабрике сгоняем топлива хватало в принципе более нам двоечка сейчас выпал маяк дома викарелли хуже передает второе сообщение маяк дома викарелли даже утильщики не станут его разбирать послушаем выполняю адмирал ты не получается дом их оборудование с самого начала было не слишком высокого качества вот поэтому их не разбирали дом викарелли худший из всех домов удивительно десантники а у меня целый десяток так что нормально они как цыплята да сканирую планету так угроз нет хорошо это уже хорошо от нуля до пяти давай попробуем принципе показатели вроде мы неплохие вот здесь вот конечно вообще никого не потеряем но у то не вытащим а какой в этом смысл то есть если я пошлю техника вот этого который может вернее имеет определенные скиллы которые нужны для прохождения проверок чтобы вытащить артефакты мы потеряем десант и это не круто но мы его конечно не то чтобы совсем потеряем просто не ранит но тем не менее а если я пошлю военного мы не потеряем десант но мы прострем практически весь лут вообще оттуда ничего не принесет какой в этом смысл наркомания как это сейчас не потому что не бывает техника со скиллами военного в этой игре так не прошло ну конечно артефакт хрен тебя не артефакт ладно хотя бы лут вытащим хоть какой-нибудь я надеюсь на это ай-яй-яй приятно вот 35 хорошо не хорошо продолжайте конечно а наверняка еще куча опасностей но это не страшно мне нужны тайники больше клиников нужны нужен вообще весь лом который найдете 70 мало конечно что поделать артефакт во всяком случае не вытащили это как бы не круто 133 принципе неплохо у нас здесь армейский склад к тому же можно сразиться получить тут и получить еще утиля если в этом смысл принципе почему бы нет ладно попробуем а 8 не помрем церковь корабль церкви готов открыть огонь ну да засада надо датчики прокачать чтобы такого больше не происходило с другой стороны здесь классное поле здесь очень много больших астероидов которые не дадут им особо ко мне близко подбираться кварковое охлаждение фигня генератор поля неприятно конечно еще и двоечка в принципе сойдет 16 крейсер 3 крейсер 3 фрегат 3 охренеть так а кто нас бьет по фрегатам дроники мне бы еще одного истребителя было бы здорово она вернее еще один истребитель точнее еще одну эскадриль и истребитель его так лучше было бы действительно здорово фрегат фрегат фрегатище надеюсь у них нету неприятных хреновин уже летит у нас что-то да ну конечно лети напрямую тоже вылетает дроники быстро разберут я надеюсь может быть и нет что-то не слишком часто атакуют регат ну фрегат посылать на фрегат это конечно не круто выбора нет буквально особо ничего не поделаешь с этим орудия готова к стрельбе конец взял антикорпус приехал наконец-то пока дела идут неприятно очень неприятно сколько перезарядка 30 10 30 понятно скорее всего нам кранты как в принципе в прошлый раз дроники это арта меня задолбала ау орудия повредили конечно так минус слой класс просто замечательно 10 секунд 13-20 люди на перезарядке конечно бьет вооружение держите лютки сколько там пять сгорел надо эту артиллерию выбить к херам она меня задолбала как интересно я телепортировал мы можем хоть что-то засунуть спавом неужели мне нужно к верфи срочно нужно к верфи подчиниться это очень грустно все происходит дроники давайте за работу крейсер 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 это бесполезные куски говна который меня ничего не могут сделать сути церковь у нее есть свой плюс она очень любит она просто обожает крейсеры у него это и слабая и сильная сторона потому что крейсеры уязвимы ко всему вообще тут все таки артиллерия добивайте о мне дрона дали наконец-то хоть чем-то можно будет сражаться новый дрончик что он может породитель охлаждение 20 секунд дрон появляется на время исчезает в конце боя подключается при получении урона начала атаки или при перемещении интересная штука деньги денег мне не дали это мне дали дрона поехали закупим еще дронов и пойдем к верфи как нибудь утильщик корабль с поврежденным корпусом так ну с тобой мужа тоже разговаривали и по моему я его убивал мы можем выиграть соберите отряд и освободите людей зачем только это мне плюс десантники будут что ли удача выполнена мы разбили головы паре утильщиков вернее паре утильщиков у некоторых был боевой опыт ну да теперь они в нашем экипажа мне дали четырех десантников сойдет запугать атаковать конечно такого у меня еще были три слоя что думал мне этого хватит что не закрывать маленькие кораблик серьезного что не стоит чего не станет очень даже станем забирайте учить только оставьте меня в покое тридцать не пути ли ухо денег насыпал уже хорошо так здесь продается вооружение пушка это просто пушка с хреновым дамагом долгая перезарядка и которая вернее из хреновой зоны поражения и на еще и корпус не пробивает бесполезный кусок говна остальное в принципе тоже бесполезный кусок говна за 130 а почему мне не дают купить или дают не дают все нормально фрегат крейсер крейсер покупать не хочу фрегат тоже дрончиков я бы купил можно в принципе своих продать купить этих дорого правда очень дорого а где верфь верфь наверху а мы через верфь не пойдем так ну видимо пойдем через верфь а что еще остается куда я точно не плечу жопа просто кошмарная жопа ладно я таких случаях обычно говорю любись она конем мы всегда дрончиком не дайте супер а вот продать не продать а подавай одного можно и того у меня появился новый дрончик даже целый даже 3 мощная штука 90 хп единичка по футу и вернее урон по единичке а у этого он тоже по единичке у с 3 правда без 5 этот побыстрее чем этот ну и ладно здесь больше ничего не осталось можно лететь себе спокойно дальше здравствуйте опять утильщики крутая техника они это бой я не зря купил дронов карта не фонтан вообще не фонтан 10 дронов через 25 секунд да вы чего издеваетесь что ли это еще и дрона суицидники еще и взрываются по строчка не переведена а ей попавшие в бурю отряды будут полностью отключены на некоторое время класс класс просто зашибись да ну и хотя бы эскадрильи нет них вообще ничего нет кроме корпуса не даже один слой корпуса может быть это еще не так все плохо нифига себе дроны 6 бомбите 20 секунд надо успеть разбомить их прежде чем они появятся я думаю мы их быстро разберем в принципе да мы их очень быстро разберем они даже не успеют появиться здесь 3 утеря какой-то странный очень корабль вообще без всего так дальше 163 нормально в принципе жить можно я надеюсь у нас здесь не ждет бой телос о сообщении майка ищите средства для покупки нового ум не обращайтесь единую империю мы предлагаем займы под выгодный процент конечно десант в бой урос нет хорошо обломки турели защитной системы не я пошлю техник даже если десант потеряется немножко все таки техник наверное будет получше жалко что нельзя выбрать двух офицеров за ладно и жалко что они пишут что именно требуется для того чтобы достать артефакт вот кстати он взлом инженерное дело отлично зенитная пушка 3 нахрен мне этот флаг сдался он же бесполезный кусок говна сразу урон конечно вообще можно уходить очень неплохо полутали с другой стороны можно еще полутать пилотаж зачем нужен пилотаж чтобы открыть тайг с ресурсами ну вот нафига там что упавших кабина пилота или что только не убивайте офицера ой 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 вот это вот жесть надо было прекращать операцию 6 десант 6 а это кошмар ну ладно на то офицер остался жив уже хорошо ушка 35 урон ну вообще неплохо конечно но этот долбанный флаг убьет как-то куда-то только не туда куда надо хотя с другой стороны перезаряжается он 28 4 такой же скорость но бьет под футы по 20 случайным клеткам поставить не поставить плазменная бомба это конечно весело не оставлю из-за урона в пять единиц менять пушку хочу здесь больше ничего не осталось когда мы летим чиниться катастрофически срочно нужен ремонт два слоя починим о церковь опять расслабьтесь адмирал мы раздаем свои боевые технологии что чем скорее мы это сделаем тем быстрее присоединимся к ним саду смотрим что у нас осталось так на заучение с кадра вот берите вернее легче 1 окей так тоже можно наверное теперь сканер на максимум вы прокачан ну ладно здорово поддержку эскадриль и можно вкачать пока есть деньги надо все где-то раздобыть кстати почти двоечка гражданское судно не нападайте что по-моему я с ними уже разговаривал не нужен ремонт такой дешевый по 33 я как тогда что давайте я кстати могу еще и это купить наверное но это мне не нужно это у меня уже есть броня корпуса это вот интересно что мы можем продать зенитная пушка 112 держи дай мне вот это классная штука и истребители починить и дронов тоже и фигратор ас уж такие дела надо было верно десантиков закупить ну да хрен с ними обойдусь наверное что еще осталось здесь больше ничего значит едем дальше дорога у нас тут 1 а ублюдки на сырой не такой здрасьте удовольщики попали в мин и коши смогут ваши аппараты пустить корабль на ути в минном поле опасная затея тоже могут пострадать а у меня же классный модуль есть мины минами а учили утилим соберите отряд и забудьте тебе что за странное выражение честно говоря может надоело смотреть на битву записи ха но вы в них участвовали в общем немножко так где мы добыли без проблем чем склад 50 нифига себе вот об этом я и говорил почему они не разбирают каждый корабль нихера себе 5 единиц топлива мне сейчас просто налили жесть вот это вот было здорово в какой-то веке в теле хватило так мне нужен вообще слот вот для этих ребят не нужен слот немножко дорогой по крайней мере пока что надушки бой сразимся надеюсь я не сильно пострадаю в этом бою мы не одни еще бы а ей не успел прочитать ну ладно так флуктуации пространства отряд задет или прошедший через флуктуацию пространство будет перенесен в случайном направлении минимум на четыре клетки фигня флаг единичка фигня 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 32 да иди ты откуда у них столько кораблей ё-моё посмотрите на мой ангар это все что может содержать мой корабль у них твою мать 32 корабля жесть какая-то ладно дрон фигня истребители две штуки истребители говоришь а что у нас против дронов истребителя сойдет нет этих дронов мы снимем поставим фрегат надо бы фрегаты получше затарить где-нибудь когда-нибудь дроников пока сюда сунем этих сюда ну поехали я надеюсь я хотя бы этот слой удержу так тихо 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 вы чего вы чего ой оп а это истребители уже летят невидимо наркоманы невидимо не в курсе как работают флуктуации да похоже на то что происходит в этом мире жалко конечно пускать на это дело дронов но что поделать о слушай а мы быстро с ними разобрались или разобрались ну за 4 секунды ясное дело мы не успеем встаньте как ремонт тогда еще пусть вас починит хоть немножко истребители вообще пострадали дроны дроны суицидники довольно быстрые кстати я подожду мне торопиться некуда у них еще этот флаг дурацкий выбил мне практически все эх куда ты вот летишь ну почему у тебя такой маршрут наркоманский дроны ё-моё а может быть мы спасемся так частично держите какого хрена вы летите ко мне 23 против 15 мне кажется они не выстоят там 5 3 и 4 фигня уходим твою мать ушли ладно сражайтесь пусть вас доломают уж тогда конечно что еще могло пойти не так попробуем наши новые истребители кстати что он может вообще улучшенная маскировка и волна прикольно что за маршруты наркоманские что за маршруты наркоманские вот это вот не круто вообще вообще не круто ни капли Истребители-то были прикольные Давайте за работу, ребятки О, пушка готова Да-да, ты свой флаг себе в задницу запихай, блюдок Кстати Насчет запихивания в заднице Нужные истребители То есть они там пока грызут Истребители истребляйте Вот вам Тихо-тихо-тихо-тихо Так Аккуратно сейчас воюем Супер Наши дроны целы вообще или как? Вроде все целы Остребитель правда пострадал как-то Привет Ну ладно Эээ Остребитель-дрон Воюйте А это победа Фуф Вот вообще этот бой того не стоил честно вообще не стоил ни капли что поделать здесь все вроде бы едем дальше дальше нас ждет босс опасно попробуем зато у меня топлива ух нифига себе я вижу корабль матери складку этого скопления падающие сообщение тить твою вяшку какой кошмар как влезет кораблик дома тэлос такой хорошенький я первый адмирал империи и минимум берона требую требуешь ничего ты не требуешь адмирал интересный какой наряд и все это время прятался ну а берон всего железными башками больше нам не владелец вернее больше не наш владелец мать дашься ты или умрешь мы в любом случае вернем этим сектором было благополучие я сдался это уже слишком подожди скоро ты станешь моим угодником у меня прямо не терпится тесно с тобой помчаться зачем мне каждый раз рапорт этот вот дают если все сбежать нельзя ладно это бой сектора всего вообще все головы 1 так что думаю будет опасненько корабль большой корабль не маленький призыв к оружию через минуту 20 сработает каждые 80 секунд на поле боя прибывают подкрепление врага в количестве пяти хреново через пять секунд прибудут дроны три штуки хреново флаг у нее стоит первый фигня сколько чего 96 96 серьезно ну хотя бы сломанные уже что-то четыре слоя четыре слоя я задолблюсь и ломать я вообще не уверен что я это пережил в принципе что поделать-то еще давай дроников все что можем пихаем поле говно вообще там говниши сколько дронов ты посмотри я буду пытаться просто грызть наверное тебя с другой стороны может быть и не буду нас тоже проект проедает не слабо так о смотри не согрелись а что кстати неплохая стратегия может быть попробовать можно отсылать одного один отряд дронов вы прогрызать им корпуса остальными просто защищаться как вариант флаг через пять секунд зарядится 40 секунд призыв к орудию плюс бомбанула там что-то у нас еще орудия перезарядились зря я это сделал конечно ладно я и своих покарал чужих тоже всех общем покарал здрасте я надеюсь наши дроны справятся не справились очень жаль фрегаты остаются а кстати анти корпус анти корпус блин 17 секунд думаю нам трындец да похоже так и есть ублюдка надо стрелять на опережение прям обожают летать так по ублюдочному давайте ребята надо успеть надо успеть три секунды есть успели молодцы ломайте орудия выросите корпус призыв к оружию ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй истребители дроники давайте давайте истребители нам помогут защититься дроники боюйте ё-моё сколько их кошмар анти корпус почему так страдают мои истребители они же создано чтобы уничтожать дронов что за фигня нет сволочи твари просто твари сломали мне свой какого хрена вы делаете полудурки твою мать тупать валить разбирать ломать колупать врага уничтожать они вон иногда сами не могут даже определиться с кем воевать флаг friendly fire про канал так еще один слой есть супер орудие ноль есть так пипец у них там дронов просто немерено ну это это трупы понятно и так дроники встаем на оборону ну нормально прошло прям нормально вернее отлично да этот бой конечно интересный вот эти истребители они очень странные дух как они вообще работают улучшенная маскировка охлаждение же маскировки во время действия враги не видят вас первая атака наносит двукратный урон перегрев системы на два фора видимо а как у них она работает вообще они просто есть они просто в маскировке или как секунда она активируется давай подождем пока она активируется опа они в маскировке интересно передвигаются они тоже бесшумно так сказать плакни про канал знаешь это интересно эта стратегия на самом деле сейчас мы их отвлечем дрониками а пока что оп беспалевно пробьем им корпус наверное оп хе-хе-хе-хе так мне еще нужны истребители ну этих так добьют истребители появились прям целая орава дронов которым я даже не удивлен вот держите раненые пусть будут хотя бы так идти бы в стелс у них 70 хп они вот просто не вытаскивают нет долбайте корпус не раздолбите корпус мы все тут и останемся наверное кстати это последний слой несомненно приятно давай антикорпус заряжайся пять секунд пять секунд и мы победили одна есть пять секунд вот так гримасу судьбы что я всегда считала что умру как-нибудь иначе они другие имперского адмирала галактике в без империи приколь чимии адмирал чего тоже омни что тебе об этом известно зачем ты это сделала зачем ты отключила мне в наш во внешнем пределе омни почти все только них и говорят нету поговорить о несправедливости в империи рассуды про абсурдной системы построены на ценности железяк почему не об этом адмирал наверняка помнишь что цена одного омни превышала заработок шостера вроде меня за всю его жизнь почему бы не поговорить об этом тебе конечно вернее тебе не стоит выставлять меня виноваты в отключении омни было бы здорово если я могла их включать обратно только я не при делах на отключение сыграла мне на руку но затеял его не я как ты можешь ожидать что я тебе поверю воровки убийцы не без разницы а почему не отключились тогда скажи мне раз это не ты тогда кто отключил машины тому интересно честно говоря и потом зачем я тебе об этом говорить потому что всем хана хоть дворяне хоть нет если не включить омни скоро станет слишком поздно может человечеству давно пора умереть каждому из нас так не считаешь адмирал впрочем все-таки тебе подскажу все равно они мне никогда не нравились че что че что что-то не так прочитал горлопаны из церкви сингулярности как и дворяне они постоянно лгут и дают ложные обещания церковь сингулярности много лет назад сразу после отключения я пытал одного миссионера которому хватило смелости залететь эти секторы он рассказал мне что церковь планировал освободить омни по его словам почти все могло получиться почему надо теперь сказал он отчаялся считал что информации может купить себе жизнь не купил почему церковь сингулярности собирался освободить машины самой интересно отмирал это уж ты сам разбирайся тебя еще остались вопросы гад аж зачем терроризировать секторы было выставляешь себе как выдела жизнь в этих секторах до отключения эх вы дворяне сумме всегда было неважно как живут остальные 99 процентов людей у вас не заботило кто делает всю грязную работу мы считали что рабочие в шахтах и на фабриках стоит неизмеримо ниже чем вы и ваши любимые драгоценные машины я годами работал на таких как ты адмирал я мои родители а до них дед и бабка вы обещали нам шанс разбогадеть однажды получить собственных омни подняться кормили нас ложью ничем кроме уши вся эта ложь стала бомбой ждущего своего часа она взорвалась когда отключили омни очень жаль но это не оправдывает того что ты делал ты прав не оправдывает что тут скажешь насилие со временем до меня дошло что мне нравится тебя еще остались вопросы конечно остались тебе известно в курсе кто я на меня наплевать тебя еще остались вопросы добить ее задавайся или умри можно и сегодня как по мне да для этого сойдет почти любой день и так ты победил эти секторы снова безопасность хотя подожди ум не работают от застрял во внешнем пределе потому что у тебя нет ум не работающего со складками ты в ловушке и вместе со своим экипажем умрешь от голода или болезни почти так же как и все остальные а вот тут ты промахнулась здесь снова появится омни и корабли империи какого воля берона погоди так ты считаешь что в других скоплениях омни еще работают что что ты имеешь ввиду эх адмирал омни выключились вообще везде это неправда значит что во всех скоплениях империи воцарился такой же хаос как здесь придется проверить если ум не вернее поверить но нет лучше слово проверить но забавнее если у меня активно почему они до сих пор не почти 10 складок прошло без малого 20 лет твоей перри конец адмирал лин от конвоируйте река бояруйте ее в тюрьму прости адмирал но этому не бывать почти всю жизнь за мной вернее мной помыкали всевозможные перцы пусть я хоть умру не по вашей указке конец передача там себе вариант по его странный шахтер поздравляю сэр матери и опыт калужников больше нет имея возможность видеть сны из-за нее мне мне бы с сними вернее если бы я имел возможность видеть сны из-за нее мне бы снились кошмары жалею мы так и не смогли включить умнее зато теперь жители внешнего предела будут вернее жители внешнего предела будет гораздо меньше футы нечего на меня так смотреть между прочим ночь часа наверно 4 так что отстаньте от меня вернее внешнего предела да вернее за тоже теперь тут и сейчас я соберусь момент вернее зато теперь жителям внешнего предела будет грозить меньше опасностей если мы что-нибудь не предпринимем они все равно умрут лет через 10-15 слышал что они сказали именно исходе я пытался быть позитивным но вы правы по крайней мере у нас есть новая зацепка и новый подозреваемый церковь сингулярности ну вот какого хрена это появляется здесь сейчас мы пролетели и нам почти ничего нового не сказали ну нахрен хочу ты слышал мать мы в западнее мы не сможем воспользоваться складка без нужного у меня хотя она прямо перед нами не волнуйтесь я забыл вам кое-что сказать я могу теперь эту вкладку она должна доставить нас к магистрали где мы отыщем складку ведущую скопление церкви ну ты ведь не работал со складками нет но как я уже говорил оберон предвидел трагические события и расширил мои возможности чтобы я мог быть полезен в крайней ситуации сколько я обладаю некоторыми функциями гиперкуба помогу использовать складки но я все-таки и он не клуба поэтому работаю с некоторыми ограничениями проецирование корабля с какими я могу перемещать только по предварительно сделаем расчетом это значит что по ту сторону складки придется всегда начинать с первого квадрата лучше так чем торчать здесь кстати раз уж мы восстановили мир в этом скоплении можно вернуться в гиену сменить корабль и набрать других специалистов возможно вы решите произвести некоторые улучшения поехали давай либо чем раньше мы отправимся в путь тем раньше разберемся с церковью от наших успехов зависит судьба империи и и и и и и и и о наконец-то не открыли корабль класса house так жмию на самом деле на сегодня хватит и так уже много довольно вышло я бы кораблик то поменял поменял да еще глава 3 есть дальше несовершенство плоти и надеюсь это глава про синтетиков люблю синтетиков это классно ну ладно хватит на сегодня ожидайте следующих серий ну а пока что такие дела